UFC – это нынешняя мекка смешанных единоборств. Здесь меряются силами лишь самые элитные гладиаторы современности. Кто-то из них взлетел к небесам, но не смог удержаться на вершине. Кто-то до сих пор так и не познал горечь поражения. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Так было, есть и будет. Но все-таки вызывает неподдельный интерес тот вопрос, кто же те самые великие атлеты, чью руку чаще остальных поднимали восьмиугольники в знак победы. Это канал Изтайм, меня зовут Иван Неуимин, и я предлагаю вам вместе узнать, кто же те топ-10 бойцов, одержавших наибольшее количество побед в UFC. Начинаем. На 10-м месте оказался Андрей Орловский. Питбуль провел в UFC 31 бой. 18 раз он побеждал и 13 раз побеждали его. У Андрея сложилась очень долгая и успешная карьера. Были взлеты и падения. Питбуль побывал чемпионом UFC в тяжелом весе и даже защищал свой пояс. Но были и не самые удачные моменты. Он дважды приходил в UFC, и второй приход случился в 2014 году. Тогда он смог одержать 4 победы к ряду, и все вновь стали говорить о его титульных амбициях. Но затем случилась сокрушительная серия из 5 поражений подряд, и о титульном шансе говорить уже не приходилось. Сейчас Андрей все еще выступает в промоушене, и постоянно чередует победы и поражения. Конечно, вряд ли мы уже увидим еще один заход за титулом от Беларуса, но пока у нас с вами есть возможность, давайте просто наслаждаться выступлениями этого крутейшего ветерана. Девятое место и бразилец Рафаэль Досаниас. РДА побеждал в UFC 18 раз и 11 раз был повержен. Он успел побиться в легком и полусреднем весе. В легком весе Рафаэль сумел стать чемпионом, отобрав титул у Энтони Петтиса и один раз защитил его, побив Дональда Сирона. Но затем два поражения подряд от топов дивизиона и потеря титула вынудили бразильцы попытать счастье в полусреднем весе. И надо признать, что Досаниас очень бодро начал, выиграв три стартовых боя и получив возможность побиться за временный титул. Однако он снова споткнулся, когда дорогой ему преградили топы полусреднего дивизиона. Проиграв Колби Ковингтону и Камару Усману, РДА смог одолеть Кевина Ли. Но затем снова дважды уступил Леону Эдвардсу и Майклу Киезе. И кажется, уже точно потерял какие-либо титульные амбиции в полусреднем дивизионе. На восьмом месте у нас, завершивший свою бойцовскую карьеру в 2011 году, член Зала Славы UFC легендарный Мэтт Хьюз с 18 победами и 7 поражениями. Кстати, Мэтт Хьюз не только сам попал в Зал Славы, но и один из его боев против Фрэнка Трига также оказался в Зале Славы UFC. А если хочешь узнать, какие шесть боев попали в Зал Славы UFC, можешь посмотреть видео по ссылке здесь. Мэтт за карьеру дважды становился чемпионом в полусреднем весе UFC и в общей сложности защитил титул 7 раз. Он устраивал настоящие баталии в октагоне и всегда пер вперед, попросту выбросив из лексикона такое слово, как сдаваться. Мэтт отличный боец, но за пределами клетки, к сожалению, Хьюз не так хорош. Постоянные размолвки с семьей, судебные запреты на приближение к Жене детям, брату-близнецу, домашнее насилие и прочие нелицеприятные факты, на мой взгляд, не перевесят никакие титулы и достижения в UFC. 7 место. Диего Санчес. 19 побед и 12 поражений в UFC. Начнем с того, что Диего за свою карьеру трижды поучаствовал в лучшем бою года и этого достижения нет больше ни у кого. Диего уважает настоящую рубку в октагоне и не имеет задней скорости. Санчес победитель с самого первого сезона за Ultimate Fighter и обладатель множества бонусов от UFC. Nightmare на старте карьеры имел внушительный рекорд 17 к 0, но затем проиграл дважды к ряду и постоянно чередовал победы и поражения. Будучи чемпионом организации King of Cage и победителем турнира Ultimate Fighter, Диего лишь однажды подрался за титул UFC в легком весе, уступив BJ Pen. И с тех пор, по большому счету, не был ни разу даже близок к титульному шансу. 6 место. Майкл Биспинг. Рекорд графа в UFC 20 к 9. В отличие от Санчеса, англичанин все-таки примерил титул чемпиона UFC. Самый выдающийся отрезок своей карьеры Биспинг выдал с апреля 2015 года по октябрь 2016. За это время он провел 5 боев и все они оказались победными. Биспинг сумел победить Андерсона Силву в близком и драматичном бою. Стать чемпионом организации в среднем весе, забрав пояс у Люка Рокхолда, совершив нереальный апсет. И защитить его, одолев Дэна Хендерсона, пережив жесточайшую рубку. Не будем забывать, что все это Майкл сумел сделать, будучи ослепшим на один глаз. Сейчас Биспинг уже в отставке, наслаждается заслуженной пенсией и работает аналитиком. 5 место Джордж Сен-Пьер Сен-Пьер по праву считается одним из величайших бойцов в истории МАМА. Джордж почти всю карьеру провел в UFC. Начиная с 2004 года он одержал 20 побед в главном промоушене мира и уступил всего два раза. Джордж дважды завоевывал пояс чемпиона в полусреднем весе. В первый раз в 2006 и во второй в 2008. Начиная с 2008 года, Раш в течение пяти лет защищал титул 9 раз, одержав 9 побед в 9 поединках к ряду. И после своей последней защиты титула в 2013, в очень близком бою против Джонни Хендрикса, Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в 32 года. Однако канадский боец все же сделал еще одну вылазку в октагон, когда в 2017 году на кону стоял титул в среднем весе, которым владел Майкл Биспинг. В том бою Сен-Пьер отлично попал по Биспингу в стойке и задушил его в третьем раунде, показав, что он прекрасно развит как боец со всех сторон и в октагоне может абсолютно все. Завоевав пояс чемпиона в среднем весе и параллельно прихватив гонорар в 2,5 миллиона долларов, Сен-Пьер заявил, что окончательно уходит на покой. Сейчас снова ходят активные слухи, что Раш может вернуться в клетку, но пока это остается лишь слухами. Четвертое место и еще один доминирующий чемпион Джон Джонс. Этот парень имеет рекорд в UFC 20 к 1 и по большому счету в его графе поражений должен стоять 0. Но факт есть факт. В бою с Мэттом Хэмиллом он нанес удар запрещенной точкой локтя и получил дисквалификацию и свое единственное поражение. Также один бой признали несостоявшимся по причине проваленного Джонсом теста на допинг. Бой, в котором Боунс отправил в нокаут Дэниела Кормье. Джонс в UFC по сути зачистил весь полутяжелый тимизион, причем сделал он это с двумя поколениями бойцов. На протяжении всего прошлого десятилетия он только и делал, что попадал в скандалы и побеждал в октагоне. Джонс дважды завоевывал титул чемпиона и защитил его 10 раз. После двух его последних боев уже не кажется, что Боунс неуязвим, и в его игре нашлись дыры. Но при этом он смог приспособиться и вновь выйти победителем. И кто знает, сколько еще раз Джонс сможет защитить свой титул, ведь ему всего 32 года. Хотя недавно, после неудачных переговоров с UFC, Боунс заявил, что приостанавливает свою карьеру. И сколько продлится эта пауза, неизвестно. Ну а мы с вами пожелаем ему удачи в этом нелегком деле, быть номером один паунд фа паунд. И будем надеяться, что он и дальше будет радовать нас своими боями. Итак, бронза нашего топа Джим Миллер. Джим Миллер в UFC набил 21 победу при 13 поражениях. Перед тем, как перейти в главный промоушен мира, Миллер становился чемпионом в двух других организациях. Реалити Файтинг и Кейдж Фьюри. В UFC Джим был крайне хорош. В первых 17 боях он потерпел лишь 3 поражения, и один бой получил статус No Contest. А затем, как отрезало. На каждую победу Джим обязательно получал пару-тройку поражений в следующих боях. Вследствие чего, так ни разу и не подрался за титул. И близок к титульному поединку был лишь однажды, но проиграл в претендентском бою Бенсону Хендерсона. Миллер – отличный грэплер. Он имеет черный пояс по БЖЖ и 18 побед с дачей за карьеру. Он, как и Диего Санчес, прекрасный боец. Но, к сожалению, ни тот, ни другой так и не сумели подняться на уровень, достойный звания чемпиона UFC. Второе место и серебро нашего топа – Дэмиан Майя. Дэмиан Майя, непревзойденный мастер бразильского джиу-джитсу, смог отличиться 22 победами при 10 неудачах в UFC. Майя имеет черный пояс, 4 дан по БЖЖ, и умело этим пользуется. Бразилец шел на серии с 7 побед подряд, попутно одолев Нила Мэгни, Карлоса Кондита и Хорхе Масвидала. Конечно, имея такую серию, он получил титульный бой против Тайрона Вудли и с треском проиграл его. Вудли хорошо подготовился конкретно под стиль Дэмиана и не дал тому ни единого шанса в бою. После этого бразилец проиграл еще два боя к ряду. Правда, стоит признать, что соперниками были самые опасные акулы дивизиона – Колби Ковингтон и Камару Усмана. До крайнего боя с Бернсом Майя снова шел на серии с трех побед и заявлял, что хотел бы вновь добраться до титульного шанса. За 2019 год 42-летний бразилец провел три боя и во всех выиграл. Дважды душил соперников и в одном бою победил решением большинства судей благодаря контролю. Но, к его разочарованию, молодая кровь в лице Гилберта Бернса остудила пыл ветерана. Майя был жестко нокаутирован и также жестко вылетел из титульной гонки. Но, кто знает, с таким мастерством в партере и тягучим стилем ведения боя, возможно, Дэмиан вновь одержит несколько побед к ряду и сможет оспорить право называться чемпионом UFC. Ну и на первом месте Дональд Ковбой Сироне и его 23 победы на 12 поражений в организации. Отличительной чертой ковбоя является то, что он очень часто дерется. Он проводит 3-5 поединков в год и потому может похвастаться множеством рекордов. В UFC Сироне лишь однажды получал титульный шанс. В 2015 году, после невероятной серии из 8 побед подряд, перебив весь топ дивизиона, он вышел на Рафаэля Дос Санниса, который был чемпионом в то время. И фанаты ожидали очень многого от того поединка. Ведь в предыдущих боях Сироне показывал себя настоящим воином с твердым характером и первоклассными навыками. Однако в титульном бою Ковбой не показал ровным счетом ничего, проиграв техническим нокаутом уже через минуту после начала боя. Затем Дональд с переменным успехом пробовал себя и в полусреднем весе, вернулся в легкий, снова стал побеждать, вышел на топовых Фергюсона, Гейджи и Макгрегора и вновь проиграл. После чего ему дали возможность реваншировать давнее поражение Энтони Петтису, но Дональд вновь уступил, на этот раз единогласным решением. Сейчас у Ковбоя 4 поражения к ряду и достаточно туманные перспективы. Что ж, пожелаем ему удачи и посмотрим, что будет дальше. Ну и бонусом на сегодня Дастин Парье и его 18 побед в октагоне UFC. Дастин буквально на днях ворвался в наш топ, устроив настоящую войну с топовым Дэном Хукером и победив в ней. У Парье практически безупречный послужной список. Он умудрился остановить с помощью технического нокаута таких монстров, как бывший чемпион Энтони Петтис, бывший чемпион Эйди Альварес, а также нынешний временный чемпион Джастин Гейджи. Более того, в нереально крутом поединке за звание временного чемпиона он перебил Макса Холлоуэя, который славится своими воинами в октагоне. Из последних своих шести боев он проиграл только в одном, непревзойденному чемпиону Хабибу Нурмагомедову. Дастин имеет неповторимый жесткий стиль ведения боя и несгибаемый бойцовский характер. Настоящий боец Дастин Парея. Наверняка уже в этом году в данный топ уверенно войдет Макс Холлоуэй, у которого 17 побед в октагоне UFC. Также по 17 побед и возможность претендовать на 10 место имеют Фрэнки Эдгар и Чарльз Оливейра. Конечно, есть еще и Андерсон Силва 17 победами, но, к сожалению, возможность его попадания в данный топ стремится к нолю. А как ты считаешь, кто из действующих бойцов способен сместить Сирона в будущем с первого места? Обязательно дай знать в комментариях. Ну а с тобой данный топ смотрел я, Иван Неуимин. Это канал It's Time. Обязательно подпишись, если еще не подписан, ведь дальше будет только круче. И пробей свой бойцовский лайк. А я, как всегда, желаю тебе крепкого бойцовского духа, только победного настроя. Будь здоров! Субтитры сделал DimaTorzok